В Евросоюзе нет стран, где масштабы коррупции были бы такими же, как на Украине. Об этом заявил европейский аудитор Юхан Парц, Джохан Парц, в интервью Interfax Украина в четверг, 30 сентября. Парц был ответственен за подготовку отчета Европейской счетной палаты, ЕСП, посвященного поддержке ЕС-реформ на Украине в борьбе с коррупцией на высоком уровне. Он отметил, что в отчете ЕСП не анализировала деятельность украинских властей, так как занимается исключительно проверкой институций в исполнительных органах ЕС, таких как Еврокомиссия, Европейская служба внешних действий, ЕСТ. Наша главная роль направлена на то, чтобы демократия в Европе работала лучше. Идея состоит в том, чтобы улучшить работу ЕС, сделать ее более эффективной, действенной и экономичной. «Мы пытаемся рассмотреть основные риски, что и как можно улучшить», пояснил Парц суть работы ЕСП. «Всем очень хорошо известно, что успешная борьба с коррупцией, установление устойчивого верховенства права абсолютно необходимо для достижения хороших результатов в любой другой области политики», подчеркнул аудитор. «Если хотите, понимайте это как своего рода научный факт. Верховенство права является фундаментальной основой для достижения успехов во всех других областях. Поэтому мы сосредоточились в основном на верховенстве права, а конкретно на великой коррупции. Это наша логика. Великая коррупция – это когда высокая власть связана с частными интересами», добавил он. На вопрос интервьюера, идет ли речь о высшей политике, Парц ответил, о высокой власти, какой бы она ни была. В случае с Украиной речь идет о ситуации так называемого захвата государства. Это эндемик. Ничего нового. Это общепризнанный факт. По его словам, именно великая коррупция является причиной так называемой ситуации захвата государства. Захват государства означает, что кто-то, вы называете их олигархами. Мы тоже, или группа людей, используют свое положение и различные инструменты, средства массовой информации, политику, управление, государственные предприятия в своих личных интересах. И главный вопрос, критический вопрос нашего отчета, насколько политика ЕС действительно сосредоточена на этом главном ядре причин великой коррупции, пояснил Парц. Также Парц ссылается на Transparency International, индекс мирового управления и данные МВФ, говоря о коррупции в Украине. Вы можете сообщить своему президенту, что есть столько объективных индикаторов, что, посмотрев на них, я думаю, можно сказать, что ситуация в Украине не сопоставима ни с одной из стран-членов ЕС, считает аудитор. Но ваш президент прав, так или иначе коррупция есть везде, но в украинском случае эта ситуация эндемичная. И никто не оспаривает, что это не так, это эндемичная, широко распространенная ситуация, ситуация с захватом государства. И по этому вопросу есть консенсус среди исследователей международных организаций, многих правительств, которые на двусторонней основе работают с Украиной. Их мнение очень консенсусное, говорит Парц. В этом отношении мой ответ таков. Я считаю, что ситуация в Украине несравнима с какими-либо странами ЕС. Лучшим показателем этого является связь между экономическим развитием, ВВП на душу населения и индексом коррупции. Если вы положите эти два показателя вместе, Украина и ВВП на душу населения, может быть, я ошибаюсь, это около 5000 долларов в год, в Польше – 18000 долларов, в Эстонии – 23000. А ведь все мы начали в 1992 году с одной и той же стартовой точки. Это результат влияния коррупции. Я думаю, что Украина уникальна. Если вы посмотрите на данные, то эта страна должна быть очень богатой. Но эта небольшая группа людей стала настолько богатой, что они смогли взять в заложники всю страну. А Украина должна быть очень богатой страной, подытожил аудитор ЕСП.